Сегодня А сегодня мы поговорим с вами о такой замечательной вещи, вот как атмосфера. Вам понравилась сегодня атмосфера поклонения? Да, мне тоже очень. Я просто не хотел, думаю, чего я буду говорить. Пусть вот Дух Святой иногда может сказать гораздо больше, чем может сказать любой проповедник, самый талантливый и самый искусный. Так ведь? Божье присутствие, оно делает, творит чудеса. Но мы с вами будем говорить, как вы уже поняли, об атмосфере не в общепринятом, не в физическом смысле, не об атмосфере Земли, не об воздушной оболочке, которая окружает нашу Землю. Мы как раз будем говорить об атмосфере как явлении, с которым нам всегда приходится сталкиваться, более в узком понимании этого слова. Ну, как я вам уже сказал, атмосфера, она может быть атмосферой Божьего присутствия. Или, знаете, как у меня вся семья, кроме меня, посмотрела сериал «Чернобыль». Кто из вас посмотрел сериал «Чернобыль»? Ну, тут где-то треть. Вот, чернобыльцы. Чернобыльцы. Вот. И после просмотра этого сериала, мой старший сын, он сейчас копит деньги и говорит, я поеду в Чернобыль, в эту зону отчуждения. Там проводятся экскурсии, потому что там какая-то особенно такая удивительная атмосфера. Вот. И, знаете, я на канале YouTube очень люблю смотреть разные такие атмосферные места. Там про заброшки, про всякие. Кто смотрит про заброшки? Есть у меня соратники? Три человека. Нас немного, но мы вместе с вами. Вот. Про всякие такие заброшенные объекты, старые здания, вот. Про всякие артефакты. Мне очень нравится это. И всегда там такая музыка, теннис. И люди идут, идут там. В общем, это очень интересно. Не подсядьте на это. Вот. И, знаете, еще один в этой связи случай я вспоминаю, что может быть атмосферой. Мы как-то поехали с Галли в Иерусалим в 12-м году. И мы жили в одной семье. Это была семья корейских миссионеров. Мы дружили с их детьми, с их сыном. Он посещал нашу церковь. И мы так хорошо сдружились, что они сказали, когда будете в Иерусалиме, добро пожаловать, будете жить у нас. Мы воспользовались этим замечательным предложением. Поехали в Иерусалим. И добрались до того дома, до того помещения, где жила эта корейская семья. Нас встретила супруга. Я не помню, как ее зовут, потому что очень сложные имена у них, у корейцев. Я приветствие корейское учил, наверное, с неделю. Знаете, как по-корейски «здравствуйте»? Аньон Хасио. Вот кто может повторить сразу? Корейцы есть? Никто не может. Вот и я не мог целую неделю мучился. Но это еще полбеды. Когда мы пришли в этот дом, нам открыла эта корейская замечательная женщина. Это потрясающие, удивительные христиане. Наверное, корейцы одни из самых лучших христиан, которых я когда-либо видел. Это вторая по размеру нация, которая высылает миссионеров по всей земле. Очень много миссионеров они посылают. Это были посвященные люди. Но когда мы зашли к ним в дом, мне сразу хотелось развернуться и уйти. Знаете почему? Потому что там пахло корейской едой. Корейской пищей. Вот вы не представляете, что такое корейская пища, что такое корейская еда. Это когда... Вы любите рыбу? Все любят рыбу, да? А они любят ее по-особенному. То есть они ее сначала приготовят, а потом дадут ей еще... Припустят ее немножко. То есть чтобы она была с запашком, с душком с таким. То есть... Ну представьте, вот протухшая рыба. Вот ты заходишь, и все помещение пахнет протухшей рыбой. Вот. И я думаю, спрашиваю жену, говорю, Галя, как мы здесь будем жить с тобой? Нам здесь неделю находиться. И где бы мы ни находились, везде эта протухшая рыба. А я еще ее увидел и сказал, вот источник. Я же сразу ищу источник. Вот. Нашел источник и говорю, как мы здесь будем жить? Видимо, хозяйка это заметила. Она полностью сменила, так сказать, режим питания. Спрятала эту рыбу, не знаю, куда она ее подъевала. Но этой рыбой пахло все время, вот пока мы там жили. И даже когда мы приходили на кухню и ели нормальную европейскую еду. Вот. Все время пахла эта рыба. И я думал, этот рис, он из рыбы. Вот. Эти персики, они тоже рыбные. Знаете, когда все въедается в атмосферу. Но. И вот этот запах у меня ассоциируется теперь с корейцами. Вот. Где-то я чувствую, вот это. Это корейцы. Это корейцы. Где-то рядом они. Вот. При этом подчеркиваю, это очень хорошие, замечательные люди. Но вкусы у них очень специфические. Очень. И вы знаете, вот мы поговорили немножечко с вами об атмосфере, да. Я бы много об этом мог говорить. Но где бы Иисус не появлялся, наш Господь и Спаситель, Он всегда влиял на атмосферу. Он всегда изменял атмосферу. Вы согласны со мной? Он своим присутствием всегда влиял на атмосферу. Хотя, вот из тех повествований о внешности Иисуса, о Его личности, о тех немногих повествованиях, которые мы находим в Священном Писании, мы можем сделать вывод, что Иисус был очень скромным человеком. Да ведь? Ну вот в 53 главе книги пророка Исаии написано, что голос Его не было слышно на площадях. Там. Он был кроток и смирен сердцем, да. Он был очень смиренным человеком. Ну представьте, Царь царствующих и Господь господствующих, который сотворил все, вот эти мириады вселенной, Он стал подобный нам человеком. Подумайте над этим. То есть, какого смирения это требует? То есть, Он был очень смиренный человек. Также Священное Писание говорит, что не было ничего, что привлекало бы нас к Нему. Вот если бы вы увидели Иисуса, вы бы думали, не оленд илон. Ничего особенного. Вот. Женщины бы на Него внимания не обращали. Но было в этой личности что-то такое особенное и притягательное, что прямо как магнит к Нему людей привлекало. Фонит чего-то. Андрей. Что-то особенное. Так лучше говори, да? Все, понял. Что-то особенное и привлекательное, что привлекало людей к Иисусу. И где бы Он не появлялся, Он вот этим Своим присутствием изменял все вокруг. Все вокруг. И это то, к чему Христос нас с вами призывает. Давайте откроем 2 Коринфянам 2, 15-16. 2 главу 2 Коринфянам 15-16 стих. Можно. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? И дальше. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. И еще дальше. Неужели нам снова... А, это уже, простите, это уже третья глава, да? Третья глава начинается. То есть, мы, Христово благоухание, и для одних это как бы запах живительный на жизнь, а для других запах смертоносный. То есть, где мы не появляемся, мы вот тем, что есть в нас, должны оказывать влияние, изменять атмосферу. Согласны? Вот вы сталкивались с таким явлением, когда ты находишься где-то в помещении, ну или там в обществе в каком-то, заходят разные люди. Вот, заходит один человек, тебе сразу как-то, у тебя все съеживается, как-то ты пальцы начинаешь ломать, ногу на ногу, вот так. Как-то неуютно становится. Бывает такое? Вот даже ты не знаешь этого человека, но ты чувствуешь, что-то вот не то, что-то не так. Вот. А другой человек заходишь, ты... Класс! Вот. Просто здорово. С таким человеком хочется общаться, хочется дружить, хочется, ну, там, не знаю, делать какие-то совместные вещи. Каждый из нас, он приносит свою какую-то особенную атмосферу. Так ведь? Так вот, Христос призвал нас быть приятным благоуханием и распространяя атмосферу Иисуса Христа. Каким же образом Иисус делал это? Как Он влиял на атмосферу? Давайте с вами прочитаем Марка 5 главу с 21 по 43 стих. Марка 5 глава 21, 43. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его. И усильно просит Его, говоря, дочь моя, при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с Ним, за Ним следовало множество народа, и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали Ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, опала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда Он еще говорил себе, приходят начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Анна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девица тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие, пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Интересная история, правда? Что, ну, сама история говорит сама за себя, да? Иисус увидел начальника синагоги, который сквозь толпу простирается к нему. То есть это был не последний человек. То есть этот человек имел определенное положение в обществе. Это был начальник синагоги, то есть иудей настоящий, человек, который чтил закон. И этот человек, он смирился, пришел ко Христу и сказал, моя дочь жестоко страдает, она вот-вот умрет, приди на помощь. То есть вот экстренная ситуация, да ведь? Вы были когда-то в экстренной ситуации? Когда нужна помощь Господа, да ведь? Такое с каждым из нас случалось. И вот у Яира такая экстренная ситуация, и он испробовал все, что возможно, скорее всего, все методы, все средства. Ну, начальник синагоги, наверное, пригласил лучших медиков в лучших клиниках Иерусалима лежала его дочка, ну, условно говоря, да. И вот остался один-единственный путь, идти к Иисусу, идти к этому Божьему человеку, Божьему пророку. И пока, когда он встретился с Иисусом, Иисус сказал, хорошо, все нормально, сейчас приду. Но там его теснило множество народов, тут подвернулась женщина, страдавшая 12 лет кровотечением. Иисус не мог пройти мимо этой женщины, да, хотя он шел мимо. Женщина коснулась его, это задержало его в пути. В общем, ситуация так резко изменяется, да. Когда дочка умирает, приходят из дома начальника синагоги и говорят, ну, все, не беспокой Иисуса, твоя дочь умерла. Вот бывало в нашей жизни, когда нам говорили, все, твои обстоятельства, твои ситуации, они умерли. Уже ничего невозможно изменить. Было такое? Ничего изменить нельзя. Ну, невозможно это. Ну, посмотрите, какой должен быть контраст в сознании этого начальника синагоги. Вначале у него была надежда, но когда ему сказали, что его дочь умерла, что произошло с надеждой? Надежда, говорят, умирает последней. Она исчезла, да ведь? Исчезла. И Иисус, зная это, он тотчас ему сказал, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. И я удивляюсь вере этого человека, Иаира. Он пошел ведь за Иисусом, хотя я не знаю, что было в голове у этого начальника синагоги. И что интересно, когда они пришли в дом, там они увидели плач, смятение. Ну, все, что характеризует похороны, да? Вот, наверное, вы заметили, когда умирает верующий человек, это вот одна атмосфера, да, на похоронах. Да, наш брат или сестра ушли к Господу, и нам от этого неприятно, грустно, мы переживаем за это. Он там радуется на небесах, или она эгоистая таки. Вот, а нам здесь на земле плохо, но мы знаем, у нас есть надежда на скорую встречу, так ведь? Что, ну, пройдет какое-то время, и мы разрешимся, и с Господом будем. Но не разрешимся, не похороним, Иисус нас восхитит на небеса. Так ведь? Да, ведь? Это радостная вещь, братья и сестры. Вот. Но мы все так или иначе умрем с вами, слава Господу. Оставим наши грешные тела и пойдем к Иисусу. Все старательно пытаются оттянуть этот момент каким-то образом. Ну, как бы мы ни оттягивали, все равно все умрем. Вот. Кто-то раньше, кто-то позже. И если ты во Христе, бояться смерти не нужно. Смерть для нас приобретение. Так ведь? Не все сказали аминь. Не все сказали. Ну, поживите еще, поживите, пусть Бог вас благословит. Поживем еще, братья и сестры, поживем. Вот. Но когда ты приходишь на похороны к неверующим людям, там вот это состояние безнадежности, там вот то, что здесь описано. Плачь, смятение, все ревут, все. Бля, на кого ж ты нас оставила? Знаете, были такие профессиональные плакальщицы в Израиле. Они на Руси тоже были профессиональные плакальщицы. Вот. Интересно, что вот они идут до гроба, все рассказывают, общаются. Гробу подходят. Начинается вот это вот. Отходят опять, нормальными людьми становятся. Подходят к трупу опять. И вот так бесконечно, понимаете. Это были такие профессиональные плакальщицы. И там полная атмосфера безнадежности. У тебя самого поджилки трясутся. Ты не рад, что ты оказался здесь. И я помню, раньше, когда я был маленький, в том поселке, где я вырос, у нас похороны проходили таким образом. То есть не было там ритуального зала никакого. Людей всегда держали в квартире почему-то какое-то время. Потом их выносили на улицу на табуретке. Ну вот эти, покойник покойного. А потом клали на машину и везли на кладбище. Вот. Даже в городе такое было, да? По-моему, так было. Все. Везли на кладбище. И шла вот эта процессия. А за процессией была такая жмур-команда. Вот. Таких музыкантов у нас в поселке жмур-команда и ресторанный ансамбль, это были одни и те же лица. И когда они играли в ресторане, это была группа Серпантин. Они были веселые такие, классные ребята. Такую музыку хорошую играли. И вот они же шли в жмур-команде. И вы знаете, это была такая трагикомедия. Потому что я знал этих людей. Но они брали вот эти волторны, трубы, и играли такую музыку. И мне казалось, что, вот я сейчас думаю, что вот именно под эту музыку покойников в аду встречают. Ну вот, грешников их в аду встречают. Там вот именно под эту музыку. Вот она соответствует. Такая безнадежность вообще. И мне было грустно и смешно на это смотреть. Потому что, ну, я знал этих ребят. Они такие, с ними интересно было общаться. А музыки они играли, ну, очень хорошо. Для нас они были как небожители вот такие. Вот мы всему учились у них. И вот они шли в этой жмур-команде. Это, знаете, вот интересная тоже история. Вот здесь нам показано. Сначала, сначала все плачут. Все страдают, да. Вот девочка умерла. Когда Иисус говорит, девица не умерла, но спит, что происходит? Все начинают смеяться. То есть все начинают. Иисус как будто юморист какой-то. Как будто он пришел и всех рассмешил. Все стали радоваться. Ну, сумасшедший пришел. И знаете, что сделал Иисус? Он взял, выгнал всю вот эту жмур-команду подальше. Убрал их всех с этой музыкой. Оставил только отца девочки и своих ближайших учеников. Помолился за нее, сказал, Талифа Куми, девица тебе, говорю, встань. И девушка, девочка воскресла из мертвых. Слава Господу. Он совершил явное чудо. И вот вы представляете, что там стало происходить в этой комнате? Атмосфера резко изменилась. Была атмосфера безнадежности. А тут появилась атмосфера надежды. Радости. Мне сложно вообразить, что произошло в сердце этого Иаира. Наверное, только девушка возмущалась. Сказала, зачем вы меня забрали? Мне там так хорошо было. Зачем вернули? Зачем вернули? Но об этом мы не узнаем с вами. По крайней мере, на этой земле. Итак, вот Иисус поменял эту атмосферу. И бывали случаи, когда Христу это не удавалось. Евангелие от Марка, 8 глава, 22-26 стих. Давайте прочтем. 8 глава. Приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого. Простите, нет, нет, нет. Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. С 1 по 6 стих. Это потом. Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, братья Якова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же, сказав им, не бывает, пророк, без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. То есть, посмотрите, есть вещи, которые Бог не может делать. Вот такой вопрос. Если Бог всемогущий, есть ли что-то, что Он не может сделать? Вот такой вопрос интересный, да? Но в данном случае мы видим, что Господь Иисус из-за неверия людей не смог совершить многих чудес. Он пришел в эту синагогу, и вместо того, чтобы принять Его как Сына Божьего, как того, о ком говорит порок Исаия, люди стали дискутировать. Да мы же Его знаем. Мы же знаем, как Он тут бегал, шишки набивал. Мы знаем этого Иисуса, как Он яблоки в соседнем дворе там воровал. Но Иисус, наверное, не воровал все-таки, я думаю. Но то, что Он был простым мальчишкой, который рос на глазах у людей, ну, у всех, это же сын плотника. Какой же это Мессия? Какой же это Машех? Да не может быть такого. И вот с таким сердцем они не могли принять ничего от Христа. И Он не мог там ничего сделать в этой атмосфере неверия. Вы знаете, людям гораздо легче, так скажем... Ладно, давайте дальше пойдем. Прочитаем еще одно место Священного Писания. Восьмую главу, Марк 8, 22-26. Сегодня мы будем побольше читать из Библии. Приходят в Ифсаиду и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнув ему на глаза. Вот такой интересный метод исцеления, да? Для Иисуса исцелить слепоту, это расплюнуть. Вот запомните это. Возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Дальше. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селение. Вот вы задавались таким вопросом, почему Иисус сказал ему таким образом? Вот когда он, например, изгнал бесов из Гадаринского бесноватого, он сказал, иди всем расскажи. Иди всем расскажи. Здесь, в этом случае, он говорит, никому не говори. Но некоторые теологи, богословы говорят, что Иисус сказал таким образом, потому что он был, ну как бы, занят. Ему не хотелось толпы народа. Ну как-то, вот по мне, так это утверждение не выдержит никакой критики. Потому что Иисус всегда шел к людям. Он всегда служил людям. Всегда. Это была его миссия на земле. Поэтому мне кажется, что нет. А вот другая точка зрения. Мне более интересно. Знаете, Иисус сказал ему, не возвращайся в Ифсаиду. Почему? Потому что, потому что людям гораздо легче поверить в то, что ты слепой, чем в то, что ты прозрел. Вот вы не поверите, но это так. Это на самом деле так. Вот когда я получил спасение, или некоторые из моих друзей обрели спасение, кто-то имел вредные привычки, кто-то там курил, пил, там употреблял наркотики и так далее. Ну кто-то, кто-то всегда был хорошим. Вот. И когда они бросили все это под воздействием Божьей благодати, почему-то родственникам это не понравилось. И они говорят, лучше бы ты пил и курил. Лучше бы ты был наркоманом, потому что, ну да, ты сейчас не пьешь, не куришь, но у тебя вот ментальная проблема какая-то, Иисус у тебя в голове какой-то появился. Они не могут взять в толк, что это произошло благодаря Иисусу. Им гораздо легче вот верить в то, что ты, ладно, пьет, курит, но зато вот умный. Все в порядке у него с головой. У нас был такой преподаватель в консерватории по музыкальной литературе. Очень образованный человек, его сейчас нет уже. Высокоинтеллектуальный человек, очень образованный. И как-то я ему стал проповедовать. Я стал ему проповедовать, и я заговорил о воскресении из мертвых. Вот надо же угораздело меня говорить с таким умным человеком о воскресении из мертвых. И он мне, знаете, что сказал? В то, что умер Иисус, в то, что убили, верю, а в то, что воскрес, не верю. То, что убили, да. То, что слепой, ничего. То, что прозрел, да быть такого не может. Быть такого не может. То, что убили, верю. То, что воскрес, не верю. Я уж не знаю, где он сейчас. Мы верим в смерть Христа, Его погребение и Его воскресение. Как бы это безумно ни звучало, это три основополагающих камня нашей веры. Мы верим в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Вы можете на это громко сказать аминь. Если вас спросят, в чем суть Евангелия, вот прямо отвечайте. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Это основание нашей веры. Если всем сердцем веруешь, что Бог воскресил Христа из мертвых и исповедуешь это устами, то спасешься, говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 10 главе, 9 стихе. Аминь. Мы это как отчинаши тоже с вами должны знать. Это то, во что мы верим. Это то, чем у нас Павел научил. Да ведь? Аминь. Слава Богу. Многие люди не верят, что можно что-то, что-то, что-то может произойти позитивное, что-то измениться. Вы знаете, то же самое касается молитвы, например, за нашу страну. Я иногда разговариваю даже со своими близкими друзьями, и они мне говорят, ну, нашу страну ничего не может поменять. Ничего невозможно изменить в этой стране. Я говорю, ну, как же невозможно? Ну, они говорят, ну, посмотри, история повторяется. Со времен, там, Ивана Грозного, там, как это было, Романовых, Крамзина, ничего не поменялось. Все те же две проблемы у нас в стране. Неизменные. И кажется, что ничего на это не может повлиять. Но вот, вы знаете, любовь, то есть красота в глазах смотрящего. Так ведь? Я смотрю на нашу страну, и я верю, что все возможно. Все возможно. Если мы не будем дискутировать, а мы будем молиться. Мы будем молиться. Мы будем отождествлять себя с тем, что происходит. И проблемы... Едешь по дороге разбитой, разухабистой, вот, куда они деньги все своровали, чиновники эти, вон, тебе дома строят, а мы ездим по таким дорогам вообще. Уже сколько денег в ремонт, я в эту подвеску вложил. Их заставить бы, их вот ездить вот по этой дороге на их машине на скорости 100 км в час, пока все у них не отвалится, все колеса. Ну, это я так думаю. Это я так думаю. Я когда выезжаю по улице просторно, у нее только название хорошее у этой улицы. Все остальное у нее печально просто. Там дорога, как будто бомбили ее днем и ночью. То есть, ее постоянно залатывают, залатывают. А вот в прошлом году у нас на нашей улице панфиловцев положили асфальт на землю, а в этом году вместе со снегом этот асфальт сошел. Вот. И стало еще хуже. Стало... Там хоть природные ямы были такие, как-то сглаз... А сейчас асфальт с острыми углами. Вот. Хотели как лучше, как Черномырдин говорил. Да. Вот никогда такого не было. И вот опять. Да. Но, знаете, можно на это реагировать вот таким образом. А можно сказать, Господь, я наивный человек. Я доверяю Тебе. Но сделай что-нибудь с этим. Благослови. Благослови. Отец Небесный. Все в Твоих руках. Мы должны за это молиться. Так ведь? Аминь. Менять атмосферу. Менять атмосферу. И давайте мы посмотрим еще одну удивительную историю. Четвертая книга Царств. Восьмая глава. С двадцать третьего стиха. Двадцать третьего стиха. Четвертая Царств. Восьмая глава. Двадцать третий стих. О, шестая глава, простите. Шестая глава. Шестая. Шестая глава. С первого стиха можно? С первого стиха. Так, давайте дальше. Извините. Дальше. 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 Вы все запоминаете, да? Дальше. Хорошо. С восьмого стиха. С восьмого стиха. И царь сирийский пошел войной на израильтян. И советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись приходить всем местом, ибо там сирияне залегли. Дальше. И посылал царь израильский на то место, о котором говорили ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. Дальше. И встревожилось сердце царя сирийскому по всему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме. И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, окружили город. Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой царь, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которых с нами, больше, нежели тех, которых с ними. И молился Елисей, говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея, с пророками лучше не шутить. И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город, идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете, и привел их в Самарию. Такая легкая форма обмана здесь, да? Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они увидели. И открыл Господь глаза их, и увидел, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, не избит ли их, отец мой? И сказал он, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустили их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчаса сирийские в землю Израилеву. Смотрите, очень интересная такая поучительная история в Священном Писании. Царь сирийский, желая расширить свои территории, нападает на израилетян. Но всякий раз, когда он нападает, он терпит фиаско. И он думает, что-то контрразведка плохо работает. Кто здесь предатель? Кто у нас крот? Крот завелся. Давайте искать все крота. Вот. Но один слуга сказал ему, да нет, нету никакого предателя. Это Елисей, человек Божий. Все, что ты в спальне говоришь, то, что ты думаешь, все твои замыслы, он царю израильскому излагает. Надо взять, уничтожить корень проблемы. Здесь царь израильский, как Казьма Прудьков, надо зрить в корень. Вот он в корень посмотрел проблемы и решил ее искоренить, уничтожить. Надо вырвать, уничтожить Елисея. Он берет специальные отборные войска свои. То есть колесницы в то время считались, как танковые соединения сегодня. То есть представьте, он снаряжает спецназ, там такая группа бывалых воинов, вооруженных по последнему слову техники на тот момент. Вот эти колесницы. И он не просто высылает небольшую группу, он высылает много их. Весь город был окружен. То есть они полностью весь город что сделали? Окружили. И потом они потихонечку сжимали кольцо до тех пор, пока они этим плодным кольцом не окружили дом человека Божьего. Ну и вот реакция слуги, она была там, кто-то постучался. Ну представьте, ночью ты спишь и тебе стучат. Ты в окно смотришь в просоне, кто там? А там дуло танка у тебя торчит, вот такое в окно. 125 миллиметров. Ты пошел к другому окну, а там другое дуло. То есть полностью у тебя танки вокруг, в общем вертолеты кружат. Какова была бы наша реакция? Класс вообще. Такие классные танки. Такие экипированные ребята. Нет, человек Божий, он отреагировал, как любой бы, слуга человека Божьего отреагировал, как любой бы из нас. Все пропало, все пропало. Увы, увы, увы. Вот это вот слово мне нравится, увы. И знаете, что он первым делом сделал? Он побежал будить пророка. Толкает его, Елисей вставай. Елисей думает, сейчас ему принесли утреннее кофе. Посмотрел на часы для кофе, что-то рановато. Вот, он говорит, дорогой пророк, все, нам, увы, нам, увы, настал. Долгий и продолжительный. И знаете, что Елисей, он не начал молиться, Господи, все пропало. Что мы теперь будем? Нас всех убьют, мы все умрем. Вот бывают у нас такие молитвы, так ведь? Вот когда прижимают, мы начинаем молиться из страха, так ведь? Не из уверенности в Боге, в его благости, а из страха мы начинаем молиться. Говорит, Господи, все, вот почему в моей жизни все вот так вот. Я знал, что так оно и будет. Все, мы, нас убьют. Нас убьют. Елисей стал молиться за свою услугу и сказал, молитва очень странная. Господи, открой ему глаза. Открой ему. Вы знаете, Елисей видел что-то большее, чем видел простой обычный человек. У него другое видение было мира. Другое видение мира. Он видел Царство Божье. Он видел Бога на небесах. И он сказал, тех, кто с нами, больше тех, кого с ними. И это является правдой. Потому что, когда нечистых духов сбрасывали с небес, только треть пошла вместе с сатаной. А две трети остались на небесах, братья и сестры. Даже в этом соотношении мы с вами в плюсе находимся. Так ведь? Скажи своему ближнему, Божье воинство на нашей стороне. Но более того, я вам скажу. Более того. Бог за нас. Бог за нас. И если Бог за нас, то кто станет против? Как помните, пастор говорил про эту картинку, где там дьявол с Иисусом сражается, что это полная ерунда. Дьявол даже не конкурент нашему Богу. Иисус абсолютный победитель. Он победил врага на Голгофском кресте, властно подвергнув его позору, сказано в послании Калочина в третьей главе. Или во второй, по-моему. Во второй. Властно подвергнув его позору. О чем это говорит? Он находится в своей белой колеснице. И в этой колеснице мы с ним вместе. Такой Иисус. И мы такие с ним. Ха-ха-ха. Мы победили, мы победили. Ура! Своими сабельками машем какими-то. И Иисус едет. А сзади плетутся враги, привязанные к этой колеснице. Ха-ха-ха. Мы победители во Христе, братья и сестры. Ха-ха-ха. Слава Богу. Наш царь победил врага. Победил. Он уже побежденный враг. И Елисей, он жил в этой картине мира. Он жил в этой парадигме. Он говорит, Господи, открой его глаза. И слуга человека Божьего раз. Он говорил, так вот оно что. Вот оно что. А я-то что думал? Тех, кого с нами, больше тех, кого с ними. Ну, тут Елисей помолился. Господи, ослепи-ка их по-быстрому у всех. Они все тут подослепли немножко. Он говорит, ребята, вы ошиблись адресом. Пойдемте, я вас по правильному адресу сейчас приведу. Они думают, какие хорошие люди в Израиле живут. Такие отзывчивые, такие добрые. Он их привел прямо к царю. Но царь был недобрый. Как правило, люди хорошие, царь не очень бывает добрый. Но вот привели к царю. Царь говорит, не сбить ли их мне? Колесница Израилева, иконица его, как они называли Елисея. Говорит, да нет, зачем? Не надо. Покорми их, да отпусти их с Богом. И заметьте, никогда больше эти люди, эти войска специального назначения в землю Израилеву не ходили. У них был психологический надлом. Ну, плохо им было. Вы знаете, что меня порой удивляет? Меня удивляет то, что люди зачастую не верят тому, что говорит Священное Писание, тому, что говорит Библия. Они это склонны больше считать неким мифом. Что такого просто быть не могло. Такого случиться не могло. Нам иногда сложно верить, что наш Бог, это Бог, обитающий в сверхъестественной сфере. Нам иногда трудно в это верить. И мы думаем, ну вот это сказки какие-то, Моисей протянул посох, посох превратился у него в змею. Что там казни какие-то были египетские, чудеса и знамения. Но слово чудеса и знамения в Священном Писании переводится как чудеса и знамения, так ведь? Так или нет? Согласитесь со мной? Чудеса и знамения, значит чудеса и знамения. И это реальная история, которая... Это не миф, это не выдумка. Я хочу вам привести некие даже естественные доказательства, подтверждение своих слов. Я хочу показать вам одного человека, его зовут Джейсон Паджет. Можно дать его портрет? Джейсон Паджет. Вот, посмотрите на это прекрасное лицо. История этого человека, она очень интересна. Очень интересна. Джейсон Паджет жил в городе Токома, штат Вашингтон. И он продавал матрасы. То есть, торговал матрасами. После того, как он поторгует матрасами, он шел в бар, напивался, пел в караоке. Снова оседая ночью только ей. Вот, в общем, он жил такой вот жизнью, понимаете? Там его интересовали девушки, караоке, бар, ну и продажа матрасов, чтобы вот все это обеспечивать. Он был очень недалекий человек. Его, он считал, что, например, математика, которым впоследствии займется, это глупая наука. Глупая и бесполезная наука. Но однажды он выходил из бара, в таком приподнятом настроении, и к нему подошли двое. И сильно его избили. Дали ему хорошенько по голове. Он говорит, все, что я помню, это удар в затылок. И на этой почве у него случился некий синдром, я не помню, как он называется, когнитивно, называется КСР как-то. Вот, в общем, синдром. После этого случая он стал завешивать окна в своей комнате разными одеялами, полотенцами. Он стал быть помешанным на чистке рук. Вот на... Он везде видел бактерии, что все кругом грязно. Вы скажете, ну понятно, у человека по голове ему дали, что-то с ним не то произошло. Но вместе с тем, вместе со всеми этими негативными вещами, он стал рисовать очень интересные вещи, которые художники, архитекторы, математики называют фракталами. Давайте посмотрим. Вот. Это так называемый фрактал. Он никогда не занимался рисованием. Он никогда не интересовался математикой. Но этот человек начал видеть мир вот таким вот образом. И он говорит такие вещи. Вот вы думаете, что это... Можно прошлую картинку вернуть? Вы думаете, что это круг? Он говорит, нет, это не круг. Это квадраты. Квадраты и прямоугольники. Квадраты и прямоугольники. Потому что там, если уменьшать вот эту границу, границу пересечения вот этих линий, и там будут маленькие-маленькие пиксели, то вы увидите едва заметный изгиб. Но вы никогда не придете к совершенному кругу. То есть понятия совершенного круга его не существует, говорит Джейсон Паджетт. И вы знаете, это подтверждает математика. Он никогда не интересовался математикой. Но после этого случая, когда он запирался в своем доме, он завешивал все вот этими покрывалами. Некоторые сидят и думают, не дай Бог так по голове получить. Вы знаете, меня два раза били по голове таким образом. Я думаю, может быть, поэтому я такой гениальный. Нет, первый раз ударили, пришла гениальность. Второй раз ударили, гениальность ушла. Что такое фракталы? Это сложная математическая концепция. Это самоподобные множества, которые упрощенно можно сравнить со снежинкой. Если увеличить изображение снежинки, станет видно, что она состоит из соединенных вместе маленьких снежинок. Если еще увеличить, окажется, что и эти снежинки состоят из снежинок. И так далее до бесконечности. То есть берется снежинка, увеличивается. И там видно, что она состоит из других снежинок. Если увеличить этот рисунок еще, то там еще снежинки, еще. Ну, тут физики сидят, они знают, о чем я говорю, да, вот, и так до бесконечности, вот, представляете, у человека вот такое видение мира стало, вы думаете, бедный, как же он живет, но он видит мир по-другому, совершенно иначе, чем мы, и вот, он встретил одного математика, физика, точнее, тот физик увидел вот эти рисунки, они стали с ним общаться, и этот физик спросил его, что вы рисуете, и он сказал, я пытаюсь описать дискретную структуру пространства-времени, основанную на планковской длине и квантовых черных дырах, вот его по голове-то саданули, а, продавал парень матрасы, а теперь рисует фракталы, и видит мир немножко по-другому, чем мы, и он говорит, то, как мы видим, это неправда, то, как вижу мир я, это является правдой, вы знаете, есть замечательный фильм, который называется «Темпл Грандин», может быть, кто-то смотрел, о женщине, которая страдала самой тяжелой формой аутизма, но которая, вы знаете, аутисты, они вообще не могут публично выступать на большие аудитории, они не могут, когда к ним кто-то прикасается, кто-то их трогает, но эта женщина, она смогла преодолеть все эти препятствия, и она стала выдающимся спикером, она получила ученую степень, она занималась ветеринарией и занималась животными, и, вы знаете, эта женщина видела мир совершенно по-другому, не так, как все люди, например, в США, там же очень большие стада коров, очень большие стада животных, и в то время, когда животных вели на забой, был, была очень, очень большой процент потерь скота, в результате того, что животные давили друг друга, пугались, тонули там в специальных ваннах, они там тонули, и Темпл Грандин, она увидела глазами, так скажем, как видят коровы, она увидела, как правильно ходят эти животные, как они вообще ходят, какова структура и траектория движения всех этих коров, и она сделала специальный загон, она нарисовала такой, нарисовала целый чертеж, по которому сделали загоны, и потери животных, когда их вели на убой, они сократились до нуля процентов, то есть перестали гибнуть, то есть она создала для них естественную такую среду, которую, о которой никто не знал, там известные зоологи, но она видела мир таким образом, вот таким вот образом, она увидела эту картинку, увидела эту структуру, и вы знаете, этот Джейсон Паджетт говорит, я везде вижу красоту, вот завораживающие, есть простейшие завораживающие вещи, которые большинство людей просто не замечают, к примеру, капли дождя на поверхности лужи в моих глазах превращаются в сложные пульсирующие структуры, я бы хотел, чтобы все смогли это увидеть, я нахожусь в постоянном изумлении, что такая реальность может существовать, говорит он, и после своего вот этого математического пробуждения он сказал, я вижу, что нас окружает абсолютная магия, или что там максимально близкое к ней, этот человек видит мир по-другому, я вам больше скажу, он избавился от вот этого синдрома, он живет в нормальном доме, у него появилась семья, у него появились дети, вот, и он ездит по всему миру и находит людей с подобными, ну как сказать, проблемами, не проблемами, это, знаете, на науке это называется такое явление синдром саванта, так называемый, савантизм, то есть, когда у людей с какими-то отклонениями, у них возникает некий остров гениальности, что такое остров гениальности, это какая-то область знания или науки, или еще чего-то искусства, в которой человек становится просто гением, просто гением, то есть, например, человек, который оперирует цифрами, он говорит, я вижу не цифры, я вижу, ну как это сказать, я вижу их в виде формы, я вижу цифру в виде формы, или, например, человек слушает музыку, но он видит ее в форме цвета, в форме цвета, или, например, там, человек реагирует на какие-то эмоции в виде запаха, то есть, он воспринимает эмоцию не как вот мы воспринимаем, там, гнев, там, радость или еще, он воспринимает ее как запах, как запах. Вы скажете, возможно ли такое? Ну, такие люди есть, их 4% населения на Земле. И нейробиологи, они тщательно занимаются, ну, исследуют вот этот, как сказать, синдром савантизма, и один нейробиолог, который изучал проблему Паджетта, она сказала, у вас приобретенный савантизм, у вас такой он приобретенный гениальность. Этот человек стал соображать в математике, в таких вещах, в которых он раньше вообще, ну, он продавал матрасы и пел в караоке, вы понимаете? Но его личность полностью изменилась, полностью преобразовалась в результате другого взгляда, иного взгляда на вещи. Его жизнь полностью изменилась, он стал другим человеком. Он даже благодарен судьбе, что его стукнули по голове. Вы мне зададите вопрос, так что, нам должны стукнуть по голове, что ли, чтобы мы стали другим? Нет, нет, братья и сестры. Апостол Павел, он говорит нам в первой главе, послание к Эфесиным, давайте мы посмотрим. Эфесиным 13, 19, это знаменитая молитва апостола Павла. Знаменитая молитва апостола Павла. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела его, в похвалу славы его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца вашего, чтобы ваши духовные глаза открылись, и вы увидели, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славное наследие его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих под действием державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Апостол Павел призывает нас, молитесь о том, чтобы вы жили в некой другой реальности, не вот в этой горизонтальной реальности, потому, если не увижу, как говорил Фома, да, там, пальцы не вложу, не поверю. Говорит, есть другая реальность, и я молюсь, чтобы Бог дал вам духом мудрости и откровения, чтобы вы увидели эту реальность, чтобы она открылась перед вами, как безмерно величие могущества его в нас, чтобы каждый из нас, он приобрел этот островок гениальности, чтобы мы стали этими духовными савантами, понимаете, духовными гениями. Меня это очень вдохновляет. Я молюсь этой молитвой, по крайней мере, раз в неделю точно. И я хочу, чтобы та сфера, в которой Бог находится, чтобы она открывалась мне больше и больше, чтобы я не жил на уровне принципов. Вот знаете, как вот израильтяне, Господи, там, покажи нам твои дела. Они знали его дела, но они не знали его сердце, они не знали его пути. Они доверили это Моисею. Моисей, ты вот там общаешься, пусть так будет. Но Господь желает от нас нечто большего, чтобы наши духовные глаза открылись, чтобы наши духовные очи открылись, чтобы Бог дал нам духа мудрости и духа откровения, просветил очи нашего сердца. И я в конце хочу вам показать небольшой такой ролик из мультфильма «Король лев». Я очень люблю именно этот момент в этом мультике. И он будет очень показателем в свете того, о чем я сейчас говорил. Можно свет выключить? И не туда. Это не мой отец, а лишь мое отражение. Нет, вклятись, дружок. Видишь, он живет в тебе. Сима. Отец? Сима, ты забыл меня? Нет. Это не так. Ты забыл, кто ты такой, а значит, ты забыл меня. Загляни в свою душу. Ты нечто большее, чем то, кем ты стал. Займи свое место в вечном круге жизни. Я не могу вернуться. Я уже не тот, кем был. Нужно вспомнить, кто ты такой. Ты мой сын. Ты же король. Помни, кто ты такой. Нет, прошу. Не покидай меня. Отец! Не покидай. Вот такая вот чудесная история. Помни, кто ты, дорогой мой брат, дорогая моя сестра. Пусть Господь нам покажет, даст нам свою пророческую оплеуху. Вы знаете, мы иногда забываем, кем является наш Господь и кто мы в Нем. Нам проще себя видеть какого-то, ну, такого, ну, недостойного человека или, ну, неспособного ни на что. Гораздо сложнее воспринимать себя как льва или львицу, да? Но мы именно такие, братья и сестры. Лев из колена Иудина живет в наших сердцах. Творец всей вселенной живет в наших сердцах. Бог, богов и царь царей. В нас удивительный, величайший потенциал заложен, братья и сестры. И я знаю, что иногда в минуты роковые мы об этом забываем начисто. Мы забываем об этом. Мы, как Иов порой, вот, ну, начинаем дискутировать с Богом. Бог, я же вот всем твоим принципам следовал. Я же все правильно делал. Но посмотрите, как изменилась ситуация Иова. Мы вот, пастор, закончил в прошлое воскресенье цикл проповеди по книге Иова. И вот последняя глава, давайте мы посмотрим, вот 42 глава. Наверняка вы читали в прошлое воскресенье об этом. Иов, 42 глава, 5-6 стих. 5-6 стих. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Посмотрите, Иов действовал по всем правилам. Но он на самом-то деле, скорее всего, никогда не был близок с Богом. Он никогда не знал его по-настоящему. Но когда его духовные очи открылись, его глаза, он увидел. Он сказал, я слышал о тебе только слухом ухо. А теперь я вижу тебя. И мне это многое-многое объясняет. Очень многое. Вы скажете, какая тут связь с атмосферой? Я хочу вам сказать, прямая связь. Если наши духовные очи откроются, атмосфера в нашей жизни, она изменится. А значит, изменится атмосфера в жизни наших родных, близких, нашего окружения, нашего общества. Все поменяется тогда. Я помню, когда я родился свыше. Кто помнит этот момент рождения свыше? Некоторые забыли. Или не рождены вы свыше, что ли? Ну, помолимся сегодня за покаяние. Вот. Я очень хорошо помню этот момент. Как это происходило. Я стал видеть мир другими глазами. Вот что самое главное произошло. Мне все стало нравиться. Я не видел фракталы, конечно. Я не видел квантовые частицы там в руке, как там, связь с планковской теорией. Нет. Но я увидел, что трава зеленая, небо синее, все красивое. И я хороший, самое главное. И я свободный. Да, да, да. Я тогда эту песню не знал еще. Это был далекий 93-й год. Вот. Но когда мои друзья пришли ко мне в этот же день, в этот же день, когда я родился свыше, они посмотрели на меня и сказали, у тебя другие глаза. Я им сказал, да. Теперь это глаза Христа. Мне сказали, ну. И с тех пор вот я живу этим. Но в хорошем смысле. В хорошем смысле. Не надо делать из этого никаких выводов. Может быть, нельзя так проповедовать. Но Павел говорит, мы должны быть безумны Христа ради. Вот с тех пор безумен Христа ради. Потому что Иисус изменил мой взгляд на вещи, взгляд на жизнь. На все. На все. Я стал смотреть на мир другими глазами. Он излил на меня в мое сердце духа мудрости и духа откровения. И просветил очи моего сердца. И показал, в чем состоит надежда моего призвания. И какое славное наследие для святых. Иногда я спускаюсь на тот прежний уровень. И я действую из каких-то своих естественных возможностей. Ну, мы все так делаем, да ведь? Мы пытаемся все просчитать. Мы пытаемся, ну, все сделать своими силами. Так ведь? Но стоит нам увидеть Бога. Все остальное просто теряет всякий смысл. Атмосфера вокруг нас, она меняется. Ты становишься другим. И думаешь, так не хочется оттуда возвращаться. Так не хочется выходить из своей тайной комнаты. В эту горизонтальную плоскость и реальность. Давайте помолимся. Помолимся. Вы вообще поняли, о чем я сегодня хотел сказать? Да? Ну, слава Богу. Кто не понял, подойдите, я разъясню. Или подойдите тем, кто понял, они вам скажут. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы Ты дал нам Духа мудрости и Духа откровения к познанию Тебя. Просветил очи нашего сердца и показал нам, как Ты велик. Как велико могущество Твоего в нас, в верующих, подействует Твоей державной силы, Господь. Благослови нас, Отец. Благослови, Господь. И дай нам видеть этот мир не просто своими физическими глазами, но Твоими глазами, Отец. Дай нам смотреть на наши обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, Господь. Глазами веры, глазами Священного Писания, глазами Твоих обетований, Господь. Помоги нам, Отец. Благослови, Господь. Я молюсь Тебе за тех людей, кто приуныл в последнее время, Господь. Кто разочарован, расстроен чем-то, Господь. Кто не видит смысла какого-то, Господь. Кто находится в состоянии равнодушия, Господь, апатии. Коснись. Просвети очи нашего сердца. Открой эти духовные глаза. Покажи, Господь, что тех, кого с нами, больше тех, кто в этом мире, Отец. Открой наши духовные очи, как Ты открыл глаза слуги Человека Божьего. Чтобы мы увидели эту небесную реальность. Чтобы мы увидели, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай нам видеть это, Господь. Когда мы читаем Священное Писание. Когда мы читаем Твое Слово. Пусть это формирует наше мировоззрение. А не новости, которые мы слышим. А не реальность, с которой мы сталкиваемся. Дай нам, будучи здесь на земле. Находиться там. В небесной сфере. В небесной реальности. Там, где есть Ты, Иисус. Там, где Ты находишься, Иисус. Мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя. Превозносим имя Твое. Слава Тебе. И мы молимся. Измени атмосферу нашей жизни, Господь. Измени, Господь, наши отношения. Исцели их, Отец. Коснись, Господь, сферы нашего здоровья. И коснись Твоей исцеляющей силы, Господь. Сферы наших финансов, Господь. Благослови, Отец. Измени полностью атмосферу вокруг нас, Отец. Измени, Господь. Благослови, Отец. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Слава Тебе. Мы молимся, как молился Давид. В 26-м псалме. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем долгие дни и созерцать Его красоту. Научи нас созерцать Твою красоту. Научи нас созерцать, видеть Тебя. Посреди всех бурей, посреди всех штормов, Господь, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Тайно видеть Тебя. Видеть Тебя. Видеть Тебя глазами своего сердца, Отец. Слава Тебе. Слава Тебе, Иисус.